всем привет скульптурис альфа 6 и давайте наверное вот эту голову как сделать полностью именно скульптурис добавим глаза добавим клыки зубы и посмотрим может что еще получится сделать так смотрим на сетку модели чтобы сильно плотная не было здесь внизу вот у меня белый фон здесь есть вот количество полигонов вы за ними следите потому что потом будет все это дело очень тяжело идти вот этот значок редук уменьшает полигоны этот сабдивизии прибавляет полностью уменьшает от больших к малым ну с больших начинает короче уменьшать вот два раза можно нажать сейчас она чуть понизит и можно будет продолжать именно делать дальше модель все понизила убираем сетку видимость shift правая кнопка мыши это все тело выравнивает отключаем теперь 7 ok и жмем добавляем новую сферу жмем новая сфера и жмем add object добавляем вот сюда ее щелчок левой кнопкой мыши немножко ждем сейчас все это дело подгрузится вот так вот вы видите что одна модель замаскировалась одна вот у нас выделена именно нормальным светом так переключаемся на скайл должны быть включены вот эти две клавиши и левую кнопку мыши зажимаем и ведем так в бок вот таким вот образом левая кнопка мыши перекручиваем модель shift правая кнопка мыши выравниваем переключаемся на граб опять же включен граб и включена лимит вот это вот клавиша ее вот можно уводить вот так вот задержать левой кнопкой мыши подвести если вы переключились допустим на другой саптул левой кнопкой мыши нажмите на тот саптул который вам нужен и подставьте куда надо так опять же уменьшаем так это прибавляем уменьшаем переключаемся на граб и давайте все это делая подгрузим именно в глазное яблоко вот так вот выравниваем смотрим чуть-чуть корректируем уводим чуть вглубь ну вот уже прикольно устанавливайте все на правую сторону потому что здесь идет зеркалка именно с правой на левую сторону вот теперь нажимаем симметрия ок и у вас появляется второй глаз все глаза вроде вставлены давайте теперь добавим клыки или давайте зуб опять же жмем сферу опять же cancel отключаемся обязательно включаем опять же сферу add object по центру ее ставим выравниваем и сейчас наверно сделаем нижние зубы а потом сделаем уже клыки крутить модель колесико зажать можно и будет модель крутиться опять же нам нужен скайл работаем пока с добавлением и перетаскиванием вот так ставим на правую сторону опять не забываем и теперь немножко скайл еще побольше ну вот где-то вот такой объемчик наверно дадим чуть-чуть еще поменьше ну а теперь поработаем флаттеном чуть-чуть кисть побольше здесь примнем вот таким вот образом потом здесь сбоку пройдемся пройдемся сверху чуть-чуть заострим зуб бока не забываем ну и сзади тоже вот так чуть на скос опять же регулируем размер кисточки вот так все это дело выглаживаем и теперь вот надо поработать вот с этой частью тоже не забываем вот так вот чуть-чуть чтобы не выпирала и бока немножко вот так вот с плюс ним тоже чтобы зуб именно прикольно смотрелся ну вот где-то в таком духе так вот эта часть тоже чтобы большеватая не было так и зуб немножко как бы на скос чтобы уходил вот так к верху с плюс ним колесико приближает и вот так вот все вы здесь можете подкорректировать прижать так когда зуб готов вы его еще сразу досмотрите чтобы здесь вот такая фишка что потом переключаться очень трудно на эти саптулы вот так пускай зуб такой будет его можно немножко теперь грабом вот так подкорректировать где-то вытянуть где-то подтянуть ну и опять же скайл граб включаем и скайлом немножко можно уменьшить чтобы не было перебора вот такая штукенция опять же граб можно отключить где-то все это делая подсадить подтянуть сплюснуть ну вот вы уже крутите вертите смотрите как он тут установился чуть-чуть можно его сделать вот так скошенным так уже прикольно будет ну и немножко наверное подать вперед так это дело есть и увести его чуть-чуть от губы опять же граб и немножко можно подсадить чтобы нигде не вылез опять же смотрите потом будет не интересно включить симметрию окей он дублируется зуб вот по осям и добавляем теперь давайте клыки опять же берем сферу опять же и вот вы видите что когда не выключена симметрия у нас добавляется две сферы нам это не надо ctrl z нажимаем и жмем отключить окей следом опять заходим жмем сферу и добавляем вот так одно опять же ждем смотрим опять же уменьшаем скайл вот так вот и грабом все это дело переносим именно опять не забывайте на правую сторону вот так все это дело устанавливается и опять же скайлом уменьшаем вот таким вот образом теперь добавим драф немножко под накидаем массы чтобы не было ломки клей не забывайте отключать и вот так все это дело накидываем теперь берем граб теперь берем граб да граб глобал отключаем регулируем кисть и вы видите что именно вот эти клыки немножко вот как бы вперед смотрят вот этот момент надо поймать и вот так вот это все дело немножко вытянуть чуть-чуть корректируем грабом если чуть сдвинулась можно приподнять кисточку чуть-чуть уменьшаем и уже здесь будем сейчас химичить вот так все это дело приподнимаем чуть-чуть можно его побольше кисточку сделать шифтом выглаживаем и продолжаем чуть-чуть корректировать вот в этом есть тут свои неудобства конечно в программе если в the brush можно сделать отдельно все вот это вот в программе клыки рога то здесь все именно только лепка вылепите вытягиваете таким вот образом и немножко доворачиваем так вот чуть-чуть выглаживаем чтобы не было казусов и вот эту часть немножко корректируем вот так чуть-чуть надо еще округлить включаем глобал и чуть-чуть подсаживаем туда куда надо так опять же глобал отключаем и вот есть заморочка конечно если придать массу надо клыку где-то не так потянули допустим то включаете именно драф и вот это без включенной клей делаете накид на те части которые именно у вас тонкие так вот эту часть теперь нужно поджать вот эту часть чуть-чуть оттянуть ну и можно так немножко еще вот так так чуть-чуть шифтом чуть-чуть так где-то подтянуть смотрим с разных ракурсов вот здесь уже чуть-чуть переборка пошла а вот эта часть недобор чуть книзу вот так это все смотрим с разных ракурсов чтобы все было красиво прикольно вот так вниз немножко можем тоже подтянуть вот так и немножко припустить теперь все это делаем скайл глобал не забываем включать и делаем побольше вот теперь граб и чуть-чуть повыше вот где-то так здесь вот эту часть можно уже немножко уменьшить присадить так вот так вот ставим морока есть что там говорить так теперь делаем симметрию ок опять так вот у нас два клыка и давайте немножко добавим уже деталей так вот сюда вот немножко поднакидаем если трудно начинает идти именно кисточка у вас то понижайте именно полигоны вот эти вот нажимаете сейчас она понизит чуть-чуть и уже можно будет работать чуть-чуть полегче вот уже пошла полегче вот таким вот образом вот так что тут еще можно сделать здесь добавить здесь прибавить ну и немножко вот с этой частью чуть ага так поработаем с носом вот эту часть концы немножко надо приподнять так вот так таким образом смотрим нос так вроде прикольно глаза вставлены клыки на месте так так эти клыки тоже сделаны вроде дооформлены можно их немножко флаты нам вот как здесь вот чуть скосы вот можно их вот так вот теперь сделать флаты нам здесь немножко подгладить с этой стороны ну и немножко вот с этой стороны вот так вот таким вот образом немножко подрезать уши вот так вот где-то сделать насечки опять же интенсивность чуть уменьшайте чтобы вот такого слишком не было сильного перехода так здесь дооформим ну и заднюю часть давайте немножко тоже чуть-чуть флаты нам пройдем вот так колесиком уменьшим и сделаем ровно чтоб уже в другой программе стык был симпатишен так ну вроде бы все так вот эта часть еще можно доработать вот таким вот образом и где-то можно драйвом чуть-чуть вот эти части поднакидать именно вот на челюсть сюда вот снизу пусть челюсть будет слишком большая она у нее и так побольше будет чем голова так здесь вот так ну так все оформлено ну вот уже внешний вид хорош смотрите за деталями где-то если что-то оттянуть надо оттягивайте где-то если выгладить выглаживайте если где-то подвернуть что-то развернуть то вы этим делом займитесь также можно добавить со сферой язык немножко можно вот так вот боком поставить и дорисовать именно внутреннее небо вот эти части чуть-чуть можно сгладить чтоб они уменьшились ставим драф уменьшаем кисточку интенсивность чуть прибавляем и вот так вот можно здесь наметить вот так у него бар так уши можно еще наверное чуть-чуть приподнять и немножко здесь сделать потоньше вот таким вот образом ну и так же можно поставить инверсию и вот так вот немножко углубить нос вот таким вот образом шифтом не забывайте после как углубляете все это дело подправлять подправлять здесь немножко резки опять же интенсивность можно на нос поставить чуть побольше и вот так вот все это дело подрезать даже можно внутри сделать какие-то переходы ну что-то в таком духе и немножко вот это еще дальше углубить опять же инверсия уменьшаете вот таким вот образом а чтобы вид был хороший то уже инверсию убираете уменьшаете кисточку и где-то вот в этих местах немножко вот так вот надо дать объемчику вот так вот уже интересно так что еще можно сделать резку поставить кисточку поменьше интенсивность побольше и вот здесь что-то порезать вроде горла вот так опять же не зацепите зубы и можно еще немножко под накидать массы вот эту часть можно теперь припустить вот так чуть пониже а вот эту часть чуть-чуть приподнять чуть повыше вот вот уже готовый пумба также можно глаза поставить клей уменьшить кисточку поставить инверсию и вот так сделать именно вот эти вот пустоты вот где-то уже вот таким образом ну вроде и все остались мелкие детали которые можно сделать уже в зебраж нанести где-то что-то поднакидать где-то сделать еще больше каких-то вот этих вот частей где-то рот дооформить вот так где-то пройти вот здесь вот скул вот таким образом и вот эти вот складки добавить вот вот так вот так что еще можно сделать это вот эту часть где глаза наверное еще больше припустить а ну сделать еще побольше вот так вот ну вот уже готовы еще немножко корректировок и будет прям все очень хорошо вот эту часть тоже голову сделать чуть-чуть поменьше верхняя часть вот так и немножко припустить так чайник можно еще вот здесь чуть-чуть приподнять доцела и в принципе в принципе и все нос чуть-чуть поменьше вот эти части можно сделать даже чуть-чуть округлые где-то что-то подтянуть делать больше другого вида ну и вот эти части тоже можно добавить это уже вот так вот пройти и чуть-чуть на нос туда вот убежать вот на эту часть вот так и немножко клыками еще заняться чуть-чуть сделать вот так по ровнее все всем пока до свидания вот такой способ добавлять глаза и какие-то детали именно в скульптрис альфа шестой в в Продолжение следует...